сегодня сегодня произошел процесс запуска вот этой печки рабочее название тапок то есть весь проект происходил под рабочим названием ботинок или тапок то есть когда ну там несколько проектов роботе было в это было бы все название ботинок вот она такая форме ботинка это стульчик который будет греться градусов до 50 ботинки сушить валенки и прочие штучки это каминная дверка стеклянная было невероятно сложно при проектировании вместить ее сюда то есть потому что размер у нее это не под маленькую отопительного варочную печку на самом деле но татьяна заказчица придумала что не нужна мне ваша рубцовская дверка хочу вот такую а потом говорит отчет долго проект делали потому что фурнитура не так без посадочных размеров ну вот я удалось все-таки вместить сюда чтобы соединить варочную плиту со стульчиком с той стороны еще духовка есть в которой можно готовить курочку там мяски булочки печь пирожки и и так далее значит по теплоемкости по теплоемкости эта печка рассчитана примерно на 2 и 7 на 3 2 десятых киловаттах в час при температуре нагрева стенок 60 градусов общая поверхность теплодающая для печи ушла за 10 квадратных метров 10 и 3 10 и 4 квадратных метров теплодающей поверхности что как раз соответствует с небольшим киловаттом в час то есть теплоемкость рассчитана на одну топку в сутки один раз в сутки то есть комната здесь небольшая 24 квадратных метров этого будет достаточно чтобы даже копить не раз в сутки а раз в полтора сутки через 36 часов но это все потом в процессе вы все это увидите и узнаете греться она будет вот от самого низа то что здесь подверг и вот эта часть вот эта часть тоже будет прогреваться здесь проходит новый канал из этого стульчика то есть прямо вот сюда этот толпан то есть переточный канал и поэтому подмерка здесь мертвые зоны под топкой нету как обычно в печках между глазу на подверг подвергая да то есть под топочной здесь мертвую зону не полотенец на место которое не будет греться здесь это воздушные каналы для того чтобы верка не коптилась верка установлена в систему чистое стекло то есть дополнительный воздушный канал который заходит и подбывает верка сырая да но только затопили признаков копоти на ней нету при любом другом раскладе уже бы любая стеклянная дверка была у такого же цвета черта банные печки закопляешь а вот эти отверстия которые сделаны для чистого стекла там получается есть зазор пепел который сыпется он будет высыпаться нет высыпаться не будет если будете так вот здесь пылесосить и так ставить или обратно он в пылесосе все обслуживается очень легко и просто печка вся прочищается несколькими прочистками вся нижний колпак сквозной длинный при длине чистится с этой прочистки значит чистить можно легко пылесосом 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 берем пылесос одеваем на него просто трубку и так он там все у нас собирает все сразу только чистенько чистый еще одна прочистка присутствует вот здесь на повороте на повороте то есть как бог это прочистка трудная то есть то что с трубы высыпается сажа которая она копится на дне вот этого колпака убирается через вот эту прочистку там же под ней установлен летний ход растопочный то есть когда мы растопляем печку здесь открываем летний ход растопочный огонь проходит сюда через растопочный ход и уходит трубу вот затопили 10 минут назад печку температура на казанной плите такая что краска уже начала минерализоваться то есть уже больше 300 градусов температура устройство топливника такое что там должна набираться температура до 700 800 градусов в этом топливе он орибренный по бокам заполнительный воздуха а колосники проходит через подувала через вот это 2 2 подувала находится для системы чистого стекла с другой стороны то есть горение обеспечивается друг равномерное собственники вот мы сейчас это видим открываем дверку дыма нет все чисто красиво тяга ровная хорошая даже есть некоторые признаки будения можно поднести камеру там будут слышно людей не еще и даже сочетать дверку удаляется духовочный значит пламя опускается вниз вот сюда и прочисток раз центре канала находится который это прочистка с той стороны и соединяется соединяется вот так вот два хода вот этот вот это прочистить то есть прочищается весь колпас полностью еще одна прочистка установлена вот здесь это это прочистка чистится стульчик теплый на котором сушилка валерки носки то есть здесь проходит канал высотой 3 ряда дивана кольцевой канал высотой 3 ряда значит и уходит по той стенке вот этот колпак этой прочистки значит мертвая зона с той стороны как я уже говорил прогревается должна прогреваться здесь очень удачно получилось сформировать столешницу то есть как в хороших барбекю кухонных комплексах значит когда готовим пищу если там ледро с водой для поросят у нас кипит а там сюда она не кипит а просто горячее но если корова пойло сделать или курочек там цыплят посадить коробки поставил сюда коробка и тепленькие хорошо вылупляются но им нужна цыплятам для вылупления 41 градус температура в инкубаторе здесь на вот этом горячем приступке на крыти тоже можно обеспечить это полка будет 50 градусов нагреваться вот это а это будет просто 10 градусов то есть кипеть не будет будет горячее если допустим надо сделать зеленые щи с тем что надо долго томить капустный зеленый лист свекольная ботва там и прочее 3 диски ботва ну вот именно зеленые щи кидаешь кусок мяса капустный лист зеленый нижний там рубишь топором прямо свекольную ботву рубишь тоже топором а 3 диски если есть это все туда кидаешь сельдерей петрушку чеснок и лук значит все это закрываешь стоишь а вот когда прокипела минут 20-25 потом оставляешь томиться чтобы она не кипела он стояла часа три-четыре настаивалась температуре 80 70 80 градусов получается великое вот вкратце вкратце об этой печке все то что задумывалось в проекте в принципе вот оно сейчас температуру пирометр не взяли давать нельзя не пирометр надо было взять температура вот низ градусов 45 по прежнему до вверх уже вот так вот картошка накопа на лук есть мясо хорошо конечно готово значит готовимся